Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 10 января 2018 года среда, по одному из старинных 31-й день месяца белого сияния покоя мира, 7526-го лета седьмидца. Начинаем живой эфир, посвященный теме «Цивилизация предков на дне Чёрного моря». Автор-сказитель Олег Павлюченко. Здравия тебе, Олег! Здравствуйте! Всем приветствую! В общем, праздники пролетели быстро и незаметно. Для кого-то это не были праздниками. Но мы так или иначе возвращаемся в привычную нам систему работы, взаимодействия со слушателями. И вот первый, кто у нас сегодня появился на прицеле, это наш любимый Олег, который нам расскажет очень много чего интересного. Почему любимый? Да потому что он так проникся темой изыскательства, что просто полюбить его за это невозможно. Он открыт своему делу, всегда с энтузиазмом смотрит в будущее, разбирается в тех темах, которые другие уже, наверное, руками там махнули. Вот за это вся наша команда Народославянского радио его так и полюбила. Пожалуйста, Олег, приступай. Я в стороночку отхожу, вступайте в микрофон. Пожалуйста. Еще раз всем здравия. Сегодня я попытаюсь донести до слушателей, до зрителей то, что происходило на нашей планете до потопа. Как вообще выглядели города, береговые линии и что сейчас пропало безвозвратно, чего мы сегодня не видим. И начнем мы с Черного моря, как обычно с того региона, где живу я. Я вам покажу одну карту. Я ее больше всех люблю. Эта карта называется Таврика Херсонеская, Меркатора. По ней я нашел место промежуточного полюса. То есть, как мы знаем, до первого потопа или вообще до потопа есть такие предположения, что полюс находился в Гренландии, в смысле северной, потом он перескочил на современное место. Но было все еще сложнее. У полюса была промежуточная линия. И вот эти меридиональные сетки карты Таврика Херсонеская как раз и указали на место промежуточного полюса. Он совершенно недалеко находился от современного. Но все-таки на 3 градуса по широте он был немного южнее. Вот как вы здесь видите, город Темрюк находится на 48 широте, а сейчас он находится на 45. И если продлить линии меридианов, как раз укажется эта точка. Но сегодня не об этом. Я хочу показать то, как изменился сам ландшафт при Черноморье с момента допотопного мира, того самого античного, который, по моему предположению, плодом моих исследований, было установление двух потопов за последние 300-400 лет. И эта карта отражает у нас то, что было в мире допотопа. В первом смысле. Ее, конечно же, перерисовывали с какого-то более серьезного образца. И, по моему мнению, это как раз происходило, когда работал Миллер, Шлёц и Рыбайер. То есть это средина 18 века. То есть прошло несколько десятилетий после потопа. И мир восстановился, но уже в другом немножко укладе. И пытались все-таки, как мы знаем, Миллер, Шлёц и Рыбайер историю извращали, убирали из нее ненужные вещи. Существование глобальной метрополии. Но на тот момент карты перерисовывались еще в нормальном виде, как они и существовали. Для чего перерисовывались? Вопрос, конечно, второй. Почему нельзя было использовать те первоисточники, подлинники, которые были. Но не к этому сегодня. А сегодня мы по этой карте попытаемся установить, что же происходило. По моей гипотезе, Черное море – это бывшее пресноводное озеро. И было оно на практически 200 метров своим уровнем, зеркалом этого пресноводного озера, ниже Мирового океана. И воды Северного ядовитого океана, пронесшиеся по Евразии, его затопили. Подняли уровень до сегодняшнего значения. Там он колебался, он поднимался и выше. Но потом вода лишняя смёрзлась на полюсах и уровень моря стал сегодняшним. Но поднятие на 200 метров сделало очень страшную вещь. Практически все причерноморские города находились на берегах этого пресноводного озера. И вот здесь мы и видим это пресноводное озеро. Вроде бы Крым похож на Крым, как он существует и сегодня. Но давайте попробуем разобраться. Все названия с этой карты они конечно же не соответствуют практически современным. Как Елена Гусакова, она первая кстати эту карту нашла. Вот у нас примерное место Новороссийска. Это у нас называлось Триницы. Геленджик Мауралако. Это я уже неоднократно говорил. Этих названий сегодня нет. Есть одно название Тимрюк. Вот он где находится. И это привязка. Как мы видим стопонимика Керченского полуострова Таманского полуострова сегодня совершенно другая. Мы вернемся сейчас к карте обычной и посмотрим. Но пока я ставлю метки. И по Крыму пробежавшись ну фактически есть город Кафа как будто бы Феодосия и больше привязок никаких нет. Все города называются как-то по-другому. А вот на юге Крыма какая-то речка впадает есть такой город Апсков. Во многих русских летописях кстати написано не Псков а Апсков. Апсков. Вот это название. И соответственно получается что вот этот русский город Апсков к тому Пскову отношения не имеет. А в летописях просто эти два названия соединили. Вот большой крымский город Апсков. Где же он находится этот Апсков сегодня? Давайте попробуем найти. Из всех крымских привязок я нашел две интересные точки. Одна из них называется Мангупия. Что такое Мангупия? Это современный такой так называемый природный или неприродный памятник Мангуп. Ну пещерный город. Вроде бы как пещеры искусственные, вроде бы как нет. Ученые по-разному это трактуют. Но еще одна привязка Каламита. Крепость Каламита сегодня находится на Инкермане. Вот у нас две точки. Вот третья точка Феодосия. Если это крепость Каламита, то Севастополь находится где-то здесь. Но мы здесь похожего ничего не видим. Давно мы предполагали, что Севастополь на том месте не находился, где он находится сегодня. Ну это многим было известно, что Севастополис город находящийся на месте современного Сухуми. Вернее под водой в районе Сухуми. Тогда второе название Севастополя Херсонес. Как мы видим там памятник Херсонес Таврический. Но опять мы не видим никакого Херсонеса фактически. Видим название Херсонес только Херсонес. Весь Крым Таврика Херсонес это название всей области. А самого города Херсонеса мы не видим, хотя он есть. Как я говорил во многих своих фильмах, полностью на эти карты опираться нельзя. Топонимы, кстати, название городов, они переходят из одной карты в другую того времени. Это карта Меркатора в 16-17 веке, ее официальная датировка. И во многих картах того времени топонимика она фактически похожа. Города названы одинаково. По-итальянски или по-гречески или в переводе с греческого на итальянский никто толком сказать не мог, на каком языке написаны вот эти все названия. На латыни, ни на латыни, ни на греческом, ни на греческом, хотя буквы, конечно же, латинские, но толком никто, я еще раз повторю, это не объяснил. Так вот, Севастополь у нас находится где-то в районе Каламиты, так называемой. Попробуем это увидеть на карте Google Эрдж. Вот, допустим, у нас район Севастополя. Где у нас находится крепость Каламита? А она у нас находится вот здесь вот, вот этот кулачок в Германии из пяти пальцев. Сама крепость у нас находится примерно вот на каком-то из этих пальцев. Я сейчас приближусь. Как говорит Алексей Кунгуров, это ситуация терраформации. Вот она, крепость Каламита, а вот уже современные разработки вырезали здесь горные породы, то есть палец фактически обрезан. А был вот такой вот. Крепость Каламита у нас вот здесь вот. То есть находится фактически на входе на месте впадения реки Черной в Севастопольскую бухту. Первую опорную точку мы с вами установили. А вот вторая отпорная точка город Мангупия. Как город, этот пещерный город в исторических сведениях есть, тоже четыре пальца. Фактически два этих места должны быть логически построены одними людьми в одно и то же время. Но история у них совершенно разная. Официальные историки приписали крепость Мангупию, вот этот город времени крымской готики, там третий век нашей эры. А вот этот кулачок, это вообще у нас церковно-византийская. Они не говорят, что крепости, горы созданы искусственно, но на плато этих пальцев, этих гор, города якобы были построены вот здесь византийстами, а вот здесь вот крымскими готами. Но две опорные точки мы с вами получили. их расположение примерно ясно. Вот он Севастополь. Кстати, обращу внимание, что если уровень моря был на 200 метров ниже, разумеется, Севастопольской бухты не было. Там протекала река до впадения в пресноводное озеро. То есть обрез берега, 200-метровая отметка, она где-то вот здесь проходит. Вот так вот как-то было. Ну вот у нас эти две точки. Инкерман и Мангуп. И Мангупия. Коломита вернее. Теперь перейдем к карте Таврика Херсонеская. Вот эти две точки. Ой, что-то сбивается все. Еще раз подъедем. Вот у нас Каламита, а вот Мангупия. Вот это примерно Севастопольская бухта. То есть вот этот гребень, который сегодня стал Севастополем. Получается, что обрез Крыма сегодня южного берега идет как-то вот так по Крымским горам. И как мы видим, я ввожу все города. Вот здесь этот Феодосийский залив. Все эти города находятся на дне сегодня. Также кто обращал внимание, сегодня у нас есть Таманский залив. Примерно вот так идет Таманский залив и обрезан чуть южнее. Здесь тоже как-то вот так идет Крымский полуостров. Вот она Тамань, которая сегодня оказывается. Но она совершенно конечно же не там. Скорее всего Тамань, то что названо сегодня Таманью и Таманской крепостью назывался Матрига. Вот он город Матрига. В честь местного героя Митридада Евпатора. Ну и все остальные береговые очертания они так и идут. Большая часть городов у нас оказалась на дне сегодня. И то что мы видим в виде разбитых крепостей звезд остатков сооружений это все пригороды этих городов находящиеся выше чем сами порты с бухты затоплены. Вот такая вот картина Крыма. Вот еще раз подчеркнул то что утонуло. вот наш сегодняшний город Абсков. Кстати интересные названия реки на котором стоял этот город Абсков она называлась Казаклен Флу Река Казаков Интересное название А вот Инкерман который тоже сегодня находится под водой Это действительно место Инкермана Сегодня Севастополь похоже находится здесь И стоял он на Каср Флу Каср Каср Флу Ну что-то тоже интересное название То есть Те обломки которые сейчас в Севастополе мы видим которые называют Херсонес Таврические скорее всего назывались Каламита этот город Ну а выше стоял Мангупия Тут непонятность с реками но скорее всего реки русло поменяли потому что скорее всего река Черная поменяла свое направление и сейчас течет вот сюда вот А вот эта вот река вот здесь впадает в море могло это случиться могло реки могли поменять русло и в принципе так скорее всего и случилось а вот этот город Симбала это скорее всего сегодняшний Бахчисарай в Крыму очень много памятников осталось различной архитектуры типа Воронцовского дворца построенного из каких-то интересных блоков которые не встречаются нигде кроме этого Воронцовского дворца и крепости в Гатчино и замка в Гатчино но весь вопрос в том что большая часть скорее всего крымской вот этой культуры находится сейчас действительно под водой и там ее надо и искать вот такая примерно ситуация возникла в Причерноморье так дальше перейдем к другим картам закрыть нашел теперь перейдем к карте Санкт-Петербурга недавно я изучал эту карту Норвегия она тоже одна из самых таких правдоподобных карт которые вообще были я по этому вопросу сделал фильм выложил на своем канале что я предположил в этом фильме глядя на карту конечно же карта такая же как и Таврика Херсонеская но она более или менее отражает допотопный этот район и сейчас рисую свое предположение я может быть сильно не убежу слушателей в том что я исследовал но в фильмах на канале вы можете посмотреть эту ситуацию про Питер то есть вот у нас крепость Орешек это сегодняшний Санкт-Петербург название конечно спорно Орешек или не Орешек вроде бы как сегодня крепость Нотебург Орешек находится вот здесь где-то на стыке Ладожского озера и Невы но посмотрите какое маленькое Ладожское озеро само а вот это вот что за залив из финского залива выходит еще один залив а вот город Выборг я получил много вопросов по нахождению этого города но получается очень интересная ситуация когда волны потопа прорвались в этом направлении они несли с собой собираемый грунт грязь и все что сносили на своем пути и вот здесь вот они скопились с севера Питера засыпав вот этот кусочек залива самое узкое самое неглубокое место вот в этих местах залива глубина была достаточно большой а вот сегодня вот таким мы видим Ладожское озеро и остров Валаван он может здесь не обозначен просто на этой карте ранее был островом залива а не Ладожского озера вот для чего объясняется этот Староладожский канал который действительно шел огибая с юга вот это маленькое мелководное озерцо и давая путь кораблям из тех вот рек в Неву а теперь к самому городу Выборгу сегодня Выборг я забегу вперед у нас получается находится вот здесь и как мы видим раньше он назывался Вадан а Выборг который был там он сегодня называется Сартовало до этого назывался Сердоволь то есть вот яркий пример как перемещаются названия по карте и Выборг он написан прям так четко большими буквами а Питер затерт то есть какая-то крепостишка здесь орешек но мы знаем что Питер все-таки допотопный город и он намного больше Выборга хотя получается что Выборг мог оказаться намного больше Питера если Питер учесть что он не разрушался так и вышел из воды то может быть Выборг был действительно намного больше чем сегодняшний Питер что это были за мегаполисы и посмотрите вообще на эту карту какие здесь города находились ПГС какая-то на острове здесь сейчас маленькие озера прям видно что вот этот грунт везде здесь разбросан волной волна проходила вот здесь но не сверху там горы Скандинавии ее отразили волна пошла из-за гор Скандинавии столкнулась с ними и потому сейчас и находят скелеты китов в этих скандинавских горах и дракары викингов здесь вода просто потеряла в Балтике и в Финском заливе в Питере вот эти волны цунами первого потопа они были конечно же маленькими в смысле не маленькими а потеряли мощности затопили более плавно не разрушили строение а там западнее и восточнее все как языком корова слезала вот примерно осталось то же что от сегодняшней крепости Херсонес а вот для жителей города Северодвинского это город Святого Николая и как мы знаем Святой Николай покровитель рыбаков поморов и он очень почитается в этих краях и также он почитается фактически до Северного Урала недавно разговаривал с Андреем Кадыкчанским он сейчас тоже готовит этот материал скорее всего мы предложим с ним гипотезу того что это и есть родина Святого Николая город Северодвинск ну и тут же посмотрите вот Соловки которые совсем особо то не остров то есть потоп изменил и вот этот фактически участок Белого моря сейчас он стал больше и Соловки стали только тогда островом а до этого вот это скорее всего был полуостров видите насколько меняется карта Многие меня за анализ этих карт критикуют но я еще раз повторюсь в своем фильме кто же подделывал исторические документы я выразил предположение что это делали монахи не специалисты по картографии они просто перерисовывали от руки и переписывали все что им давали ну монахи в основном иезуиты это делали судя по почерку смысл в том что они то название перерисовали но исказили масштабы некоторых мест вот допустим здесь очень в районе Питера мы хорошо знаем что до города Нарвы вот здесь идет достаточно большая территория она не соответствует расстояние от Нарва должна бы быть где-то здесь переход но она здесь ближе это реальное искажение я сначала думал что чем-то ошиблись но потом нашел карту которая показала фактически то же самое только вот уже с учетом вот этой погрешности и там был опять орешек и был опять на каком-то острове звезде но многие видели что Питер был раньше большой звездой и все фактически центральная часть города она независимо от рек островов находилась внутри большой звезды также еще обращу внимание на эту карту сегодня вот Норвегия примерно срезана водами вот так вот вот здесь где-то появился остров Готланд здесь тоже Ботнический залив стал пошире тут даже вот так вот срезана потому что вот это все стало твердыми то есть ушли под воду все вот эти вот города но уровень поднятия воды вот здесь вот в районе Норвегии здесь равнинные части пляжей ушли был достаточно небольшой судя потому что Питер все-таки город допотопный и строился он при прежнем уровне воды мы сейчас видим только то что на малых реках на мойке и фонтанке допустим водные трамвайчики слишком уж маленькие и мачтовому кораблю ну в смысле невысокий и мачтовый корабль он не проходит под этими мостами и скорее всего эти мосты были пролеты вернее до зеркала воды были гораздо больше но из само сами эти реки были глубже вот это все что нанесло оно попало и в питерские реки и подняло там уровень практически на 10 метров почему на 10 сваи быки мостов на Неве имеют декоративную кладку гранитом не то что до дна а еще если ил донный разгрести еще на 10 метров вглубь то есть зачем было это делать вот и декоративно легче было сваи вбить там до выл до того как соприкоснуться с твердой почвой за что зацепить мосты но смысл в том что декоративно он не уходит достаточно глубоко то есть примерно такая ситуация у нас была вот в местах Балтики а дальше мы перейдем допустим к остальной части нашей страны вот у нас опять город Тартар и Магу когда появились эти карты все очень долго никто не мог понять что же здесь действительно изображено вот Тартар Мангул Каракаран вот это вот долина царей так называемая сегодня мы знаем что она находится у нас сейчас я найду эту карту вот пирамиды Каракарана и эта часть у нас сегодня затоплена почему я во многих своих фильмах рассказывал но смысл в том что появилась Чукотка появилась Камчатка вот здесь и появилось Охотское море оно не пошло вглубь и сегодня город Камбалу у нас это село Арка как установил опять же Андрей Кадыкчанский вот она столица видимо на момент гибели империи и изменилась вот эта вся здесь ситуация появился здесь полуостров Таймыр новодел то есть вот эта территория утонула а эти территории почему-то появились то есть была здесь огромная тектоническая активность которая кстати вот все что здесь находится сложила практически в книжечке вот здесь вот все горы они как сложенные и Северикутия и Чукотка плюс вечная мерзлота ну скорее всего здесь не выжил никто но смысл дальше на этих территориях искать смысле смысла особого ничего нет здесь все погибло следующей меткой у нас может быть только Байкал вот наш Байкал и сегодня допустим мы видим что Байкал он имеет вот такую какую-то форму я даже бы предположил что связано с этим озером а река Селинга которая у него впадает просто вот обошла и впадает теперь отсюда Ангара понятно отсюда выходит то есть ситуация поменялась очень интересно вот для жителей Забайкаля будет интересно я в школу закончил Чите долго очень учился и вот долго жил до переезда в Краснодар или там в Санкт-Петербург а вот теперь я не сомневаюсь что на месте Читы находился какой-то город который разрушили и озеро Кенон оно является реальным следом круглой воронки и никто не может четко сказать что же за название Чита и тут я нахожу город Чиалис единственное что мне не вошло в голову почему река и года которая должна течь впадает не в Амурский бассейн а идет куда-то на север и получается интересная вещь что все реки вот Амур реально короче а все реки Забайкалья впадали не в Амур а впадали вот в Лену получается интересная ситуация а Ангара которая вытекала из Байкала Катайская Лакус Китайская Китайская озера называлась ну здесь Китайская Катайская дальше Ангара шла у нас не в Енисей а шла вот в это озерцо на котором стоял город Камбалык Камбалу это столица а Камбалык это название а дальше она шла проходила Грустина вот он купеческий город вот она Лукоморье то есть что это за водная артерия такая была и откуда она вообще шла вот в Байкал шло все отсюда кстати вот вам город Ташкент и сама область Ташкент то есть Ташкент находится чуть южнее Байкала настоящий сейчас мы вернемся к Каспийскому морю дальше посмотрю но вот от Грустины от этого купеческого города дальше у нас об шла сюда и на каком-то речке стоял город Ирий ну видимо это все-таки Омск вот он подал этот приток в Обь и Обь шла дальше какие же мы города дальше видим на Оби это Сибирь что это за город пока мы его не установили но самое интересное Илья Богданов вот неоднократно своих видео показывал что такое название античный Челябинск долго мы конечно долбались в предположениях и вот для Ильи Богданова и для жителей Челябинска скорее всего ваш город раньше назывался Великая Тюмень вот так вот а Тюмень это называлось современное Лепин в принципе здесь ничего страшного нет для жителей Челябинска что они вдруг узнают что они живут в городе Великая Тюмень а тюменцы в городе Лепин ну еще есть одно название Великая Перь может называться Тюмень я здесь много это рассказывать не буду все анализы есть в моих видео вот кстати город Пашарти скорее всего это Екатеринбург который находится на реке который является притоком все таки Волги с Екатеринбурга выплывая тут интересная вещь получается с Уралом пока ничего не понятно но вот вам речная сеть Аби и она имела соединение у нас с сетью Енисея вот у нас сеть Енисея город Кофин какой-то вот приток пошел то есть речные сети были вообще интересные единственное что я здесь не нашел соединение это речной сети с сетью Волги ну скорее всего она где-то была вот эти озера какие-то странные то есть реки вытекали не из истоков как сейчас исток там подземные воды притоки а вот из каких-то озер что это и здесь вот вообще река впадает в озеро непонятная ситуация теперь Каспийскому морю вот у нас Каспийское море оно у нас имеет ориентацию с запада на восток а не с севера на юг как сейчас вот устья Волги а вот сколько рек в него впадало какая-то из этих рек Урал я пока не буду читать эти названия городов к этому вернемся позже пока рассматривал только эти места но вот действительно ситуация вот какая-то из этих рек это Сыдарья Мударья как они раньше назывались ну назывался Туркестан Ташкент конечно же совсем не здесь вот город какой-то Самахин Ацерта Кант в общем совсем другие топонины по Волге в принципе все знакомо вот она Казань непонятно что за город Ларган в общем пробежались по этой карте но запомним одно что Байкал у нас имеет вот такую маленькую форму никакого Иркутска пока нет но зато из Чита вот так вот и еще северо-восточной Читы какой-то город Туфон единственное что хочу сказать что скорее всего вот эта вот стена не великая китайская потому что она у нас идет южнее Амура Амур у нас вот он здесь с кучей своих городов А вот район Владивостока Теншеу в общем будем пока это расшифровывать То есть получается было несколько стен которые вот мы сейчас здесь видим это одна из стен которые сейчас в современности особо не наблюдается А та самая великая китайская стена она намного южнее там ближе к Пекину Да Ну она в районе Маньчжурии находится то есть считалось что это граница ну опять смотря с каким Китаем теперь Да-да-да Китай Тут надо возвращаться к Китаю потому что ну здесь четко написано на этой карте Чайна хотя вот здесь написано что это Чалис то есть вот эта вся область еще региона Катай Видимо То есть какая-то такая автономия которая была за стеной как север так и с юга получается Да И которая к китайцам в современной никакого отношения не имеет потому что там по-другому все-таки пишется Чина сейчас это современно там же еще и другие названия были поэтому здесь надо разбираться вот южнее бы карту еще посмотреть продолжение этой карты Пока вот то что есть это такие вот карты редкие достаточно что больше я сейчас попытаюсь показать еще ситуацию после второго после первого потопа но здесь мы сделаем заметку что еще раз покажет вот столица Камбалу она столица области Катай не Китай а Катай вот у нас Катайское море вот опять у нас Катайское то есть это русские названия но Китай город Москве Скифия Кития Китай то есть Китай это все русские названия названия то что сегодня называется Китаем написано четко Чайна ну вообще ханцы они назывались это те торговые люди которые находились столице Камбалу и платили налог за торговлю столицы империи ну примерно как-то так сейчас я еще одну карту покажу интересную мне ее недавно прислали вот она карта показывающая послепотопную ситуацию я пока над ней работаю почему послепотопную здесь начали появляться уже современные названия городов ой что-то у меня немножко глючит компьютер сейчас я еще раз ее открою эта карта у меня много вопросов конечно вызвала так есть работает вот тут Байкал он уже назван Байкалом вот город Иркутск но смысл в том что Байкал все равно имеет вот эту вытянутую форму запада на восток то есть вот этой части Байкала еще нет которая появилась но самое интересное с этой карты я еще не закончил изучение здесь очень много городков но в основном маленьких уже все пропало все области ташкенты то есть показывает что все деревушки и шло только заселение заново но это еще была тартария то есть Иркутск основан в межпотопный период но посмотрите название Ленского вот здесь видимо пытались изобразить Камчатку это вновь территория была здесь море Ленского она достаточно подробная Каспийское море уже поменяло свое то есть скорее всего после потопа вернее не поменяло оно уже было раньше вот запада на восток а потом с севера на юг вот оно в тот период занимало и ту и ту территорию потом оно подсохло в ближайшее время по этой карте мы сделаем фильм ну пока я ее закрою чтобы не было недомолвок единственное покажу вот район Камбалу это все-таки допотопная ситуация я просто показал после потопа вот район города Камбалу вот здесь современное село Арка находится это карта Кадыкчанского вот эти реки охота вот такая вот ситуация была в тот момент на берегах Охотского моря ходили слоны куча рек городов вот все кто смотрит зрители сейчас увидят хотя многие с этой картой уже знакомы это кусочек вернее из этой карты так теперь дальше вот еще у нас интересная карта по ней я искал Байкал в свое время и думал что у нас Байкал находится вот на этой карте но по городу Харабин получилось что совсем не там и действительно Катайское озеро Байкал вот оно сегодня здесь вот какой маленький был Амур и все реки почему-то текли на север или между чем-то тяжело понять речную систему вот у нас Каспий и еще немного скажу что случилось с Каспием об этом тоже делали достаточно много реконструкций почему Каспий вдруг оказался не так ориентирован вот я открою гугл карту вот современный Каспий ориентируем на север вот пустынная совершенно сегодня территория Средней Азии ранее цветущая ранее Каспий был вот таким вот вот в него впадала Волга Урал еще какие-то реки а вот они вот эти зеленые штучки это бывшие устья Сырдария Мурдари то есть вот размеры Каспия когда волны потопа сюда принеслись в это пресноводное озеро которое тоже находилось кстати на 200 метров ниже уровня мирового океана оно конечно поменьше было вот здесь горный хребет назывался Абшаронский в районе Баку его прорвало а вот здесь находилось небольшое озеро вокруг которого были самые большие города вот этой персидской можно сказать области или как-то лучше называть губернии вот этой конфедерации тартарии и вода хлынула и затопила фактически весь этот центр губернии потом какое-то время вода озера имела вид вот такой вот но потихоньку подсыхая потом орал образовался оно отходило 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 и стало примерно в сегодняшних границах ну продолжает немного конечно же высыхать то что те все озера были раньше пресными а не солеными оно достаточно хорошо видно по эндемикам вот допустим недавно я выпустил фильмы эндемики Байкала в Байкале из-за чего такая вода прозрачная и чистая из-за того что в Байкале живет рачок которым питается омуль питается этим рачком и этот рачок фильтрует воды в несколько раз больше чем наносит все реки втекающие в Байкал то есть получается этот рачок сейчас эндемик и живет только на Байкале и такой Байкал у нас чистый а раньше видимо этот рачок по всем речным системам был распространен также в Байкале байкальская нерпа обитает но и в Каспии обитает нерпа такая же кстати и на Ладоге кольчатая обитает вот эти нерпы тюлени нельзя сказать что тюлень может быть реально пресноводным но не принесла его в Байкал никакая волна он там и жил всегда и по всем речным системам а так как у него все таки утиленные легкие для него особо нет значения в какой воде жить потому он в принципе вот фактически живет и в пресном Байкале и живет в соленом Каспии ну и в пресной Ладоге это кольчатая нерпа а питается этот тюлень вообще интересной там рыбкой байкальской в которой там 80% жира которая тоже осталась как эндемик то есть по Байкалу по вот этим всем рачкам которые фильтруют воду по омулю по нерпам мы примерно представляем какой была действительно речная фауна по всем этим речным системам от Байкала до Каспия и Черного моря то есть мир был фактически совершенно другим ну я думаю подведу небольшой итог вот сегодняшний наш мир как он примерно тогда выглядел вот Таймыра не было это все было морем вот здесь вот был район Монгола Тартара не было Камчатки пролив Аниан был пошире Каспийское море было примерно вот таким пресноводным озером в которого впадало очень много рек оно вообще видимо и образовалось из-за этого столько рек был такой маленький Байкал и речная система Байкала Катайского моря уходила куда-то вопь тут я зарисовался за Урал перехлестнул ну в принципе ничего страшного Черное море тоже было чуть поменьше это пресноводное озеро все позатопило Азовское море это просто заводь опять может быть даже искусственное потому что реальным устьем Дона является Керченский пролив пока неизвестно что было со Средиземным морем скорее всего все-таки Средиземное море пресноводным озером не было и оно соединялось с Черным морем пресноводным озером системой шлюзов слишком уж проливы Дарданеллы там Босфор похожи на искусственные вот мраморное море и вот два каких-то узеньких пролива может быть они даже закрывались где-то от этого следы есть но уровень им был примерно одинаков то есть одно было соленое другое пресное перепад был может в десяток метров почему потому что Средиземное море оно такое же как и Черное в нем все основные города также находятся под водой в прибрежных частях Гибралтара однозначно не было многие пишут о том что Гибралтар прорвало в 1707 году в принципе может быть действительно так и было вот так пишет Чипса но он плавного затопления переходит в гипотезе плавного затопления я все-таки думаю что Средиземное море вот тот момент мега цунами было затоплено вот отсюда вот серия цунами которая снесла в основном прокатилась по Франции и по Италии здесь ему помешали горы высокие Испания тоже высокогорная достаточно если цунами имела высоту несколько сот метров сюда вот в эти районы оно не попало потому мы видим засыпанный Рим засыпанный Париж вот сюда вот так попала вода и подняла примерно находящийся на глубине ниже уровня моря бассейн вот этого вот озера или сети озер конечно жалко нету карт которые бы типа карты скалеона которые показывают поднятие высоты уровня воды нету карт которые показывают понижение уровня воды но я думаю программу мы скоро такую нарисуем и будет видно реальные границы бывшего допустим Средиземного моря но скорее всего оно действительно было морем потому что на всех древних раскопанных объектах видна морская фауна дельфины медузы хотя может быть есть и пресноводные дельфины тяжело сейчас сказать вот примерный размер этого в общем были вот такие озерца видимо с проливами вот глубокая часть какая-то вот такая форма была то есть было 3-4 озера видимо соединенных проливами вот сюда видимо оно заходило здесь находится сейчас Венеция которая скорее всего стояла вообще на суше как и Питер у которого реально в районе Питера обрез воды это остров Кронштадт то есть там только начинался Финский залив а от Кронштадта до Питера Маркизова лужа была сушей дельта реки что касается Северной Африки тоже пока устанавливаем песок появился однозначно не очень давно в этих местах одна из рабочих гипотез пока что упавший часть упавшая часть вот сюда Токламакан спутника причем она была небольшая вот Андрей Мыльников Дмитрий Мыльников недавно мы с ним спорили что 500 километров размер этого метеора или обломка был конечно же нет это было ну может быть километр максимум или два в диаметре кто физику помнит при таких вот больших телах столкновениях там земля однозначно не выдержала то есть сюда упал достаточно небольшой объект это все следы его взрыва а летящие частицы видимо от разрушенного в космосе еще этого спутника облака пыли вот куска один большой кусок упал сюда один упал в район озера Виктория вот еще здесь след его падения есть вот след его падения тоже его несло а песок а песок частично от удара пыль песок частично от самих обломков спутника этого он вот сюда вот и прилетел и все это случилось скорее всего в 19 веке только много данных о том что Наполеон находясь вот в Каире в районе Гизы в пирамидах застал там еще мамилюков которые бегали на лошадях зелень растительность но почему-то пирамиды ориентированные на современный северный полюс в этом мы опять же разбираемся то есть очень много загадок очень много неистыковок которые потихоньку все исследователи вот Алексей Кунгуров я тот же Дмитрий Мыльников у всех свои гипотезы у всех своих предположений но пока до истин конечно мы далеки где-то к чему-то подошли поближе но какие-то выводы строить пока рано Алексей ну я думаю все карт сегодня зрителям хватит как будто бы на лектории сходил так интересно все хорошо хорошо давай сейчас маленькая пауза и после этого переходим к вопросам и обсуждению того что ты нам здесь интересного народное славянское радио для пытливых умов продолжение слушайте в следующей части в следующей части в следующей части Продолжение следует...